В 20-х годах 21-го века обращаемся к вам, нашим потомкам. В такое далекое от нас будущее, в надежде быть услышанными вами, нам не дано знать, какой будет ваша жизнь, каким будет ваш мир. Но то, что происходит сейчас, не позволяет нам молчать. 1 сентября 1939 года началась самая кровопролитная, самая страшная война 20-го века, Вторая мировая. К июню 1941 года Германии, развязавшей ту войну, уже были захвачены 12 европейских государств. СССР, преемником которого в 1991 году стала Россия, вступил в войну 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия атаковала его западные границы. Так началась Великая Отечественная война. 1418 дней народного подвига, боли и горечи утрат, гибели сыновей и дочерей. 27 миллионов человек советского народа не вернулись домой. Это 97 из 100. 27 миллионов могил на 2500 километров. Это значит 15 человек на каждые 2 метра земли. 27 миллионов человек за 1418 дней. Это значит 19 тысяч убитых ежедневно. 13 человек каждую минуту. Война – это 1725 разрушенных и сожженных городов и поселков. Свыше 70 тысяч сел и деревей. 75 лет назад, 9 мая 1945 года, Германия была повержена коалицией трех стран – СССР, Англии и США. Но основную лепту в разгром агрессора внес СССР. Союзники открыли второй фронт лишь в 1944 году, когда судьба гитлеровского режима была по сути решена. Мы, дети, внуки и правнуки победителей, из уст самих фронтовиков слышали рассказы о тех страшных событиях. Они, прошедшие войну, собственными глазами видели зверства фашистов и рассказывали нам об этих ужасах. Но говорили они и о бессмертном мужестве и героизме воинов и дружеников тыла, о нерушимом боевом братстве людей множества национальностей, общей родиной, которых был Советский Союз, о том, как один был в поле воин, когда защищал свою семью, свой дом, свою землю, свою страну. Они тонули в болотах, мерзли в обледененных окопах, но не бросали оружие. Они шли в рукопашную, горели в танках, направляли свои самолеты на скопление вражеских войск, подрывались на минах, тонули в подводных лодках и на кораблях. Но верили в победу и не отступали. Они освободили не только свою страну, но и половину Европы. В Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Австрии и в самой Германии их встречали как освободителей. И это наши флаги развивались над Рейхстагом, сердцем германского вермахта. И это наш маршал принял капитуляцию Германии. И это наш народ заплатил самую высокую цену за освобождение планеты от нацизма. И не только 27 миллионами жизней и искалеченными судьбами, но истертыми с лица земли городами и селами, полями, сожженными в пепел и превращенными в груду металла уничтоженными заводами, фабриками, школами, детскими садами и больницами. И забывать об этом, искажать историю недопустимо. Помните об этом. Уважайте наших общих предков, перед которыми весь мир в неоплатном долгу. Дорогие наши потомки, родные наши, сделайте все возможное и невозможное, но не допустите повторения того кошмара. Чтите память погибших и вернувшихся с войны с победой. Мы оставляем вам этот памятник, колено преклоненного солдата, склонившегося над братской могилой товарищей, со знаменем победы в правой и каской в левой руке. Таким его хотели видеть победители, ветераны войны и труженики тыла. Таким он был изготовлен из бетона на средства зверосовхоза и личные средства его работников, которые собирались три года и установлен в 1967 году. Но в октябре 2019-го под видом реконструкции он был снесен трактором. С ним вместе погибли и капсулы с землей, привезенные с мест боев, и послания с назиданием ветеранов к нам, потомкам. Вместо нашего солдата планировалась установка совершенно иного памятника. Но мы, жители поселка, встали на защиту памяти, защиту нашего воина и отстояли его. Наш любимый солдат с нами. И мы завещаем вам, дорогие наши внуки и внучки, правнуки и правнучки, беречь его, дорожить им и сохранить его навеки. Когда придет время реконструкции, пусть будет установлен новый памятник, чтобы память о Великой Отечественной войне никогда не изгладилась из памяти нашего народа. Но пусть новый памятник, выполненный по новейшим технологиям, будет точной копией нашего солдата. Таким его хотели видеть победители. Таким он и должен остаться в веках. Это наш завет вам, потомки героев.